всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня видео называется вынь бревно из своего глаза ну или более длинное название видеоролики как достать сучок из глаза ближнего из глаза брата своего из глаза любого человека если в своем глазу бревно эта фраза иисуса его учение мы кто об этом знает хорошо кто не знает может впервые услышит на сегодня о нем поговорим вы на канале христолюб проповедь упущу в пустыне вегана и поводом для записи этого видео явился комментарий юли к предыдущему моему видео крайнему можно сказать видео от этого выпуска соединение или разделение приносит истина в жизни людей мир или меч и там я говорил слово свое на вот как раз место из писания где иисус говорил что не мир пришел он принести на землю но меч но разделение и в доме будет разделяться и восставать друг против друга и юля пишет как указать на сучок в глазу ближнего спрашивает точнее даже не просто говорит а спрашивает как указать на сучок в глазу ближнего если у меня бревно в собственном и возможно ли человеку от этого бревна в своем глазу избавиться под корень такой вот такие вопросы два я сейчас разберу буду вас учить в очередной раз стараться мыслить самим правильно пользоваться писанием и как я уже сказал конечно же на канале христа люб проповеди убьющего в пустыне вегана вы можете целиком библию со мной прочитать с моими комментариями все прослушайте но на этом канале проповеди убьющего в пустыне вегана христа люба я вот такие довольно таки тоже длинные видео записываю на конкретные маленькие места но опять же эти маленькие места игры не просто свои слова показываю вам все контексты учу пользоваться писанием сейчас мы к нему обратимся но прежде я знаете обычно когда я для значка подбираю какую-нибудь картинку видео бывает целая проблема особенно когда касается таких моментов ученических знаете речи иисуса где он говорит каких-то вещах которые тяжело именно визуализировать да вот там не клянись там вам сказано клянись а не клянись вовсе вот как к такому к такому видео картинку подобрать тяжеловато да немного всяких этих видео узнать когда я в поисковике ввел бревно сучок в глазу вы знаете на удивление мое вылезло очень много чего всего интересного как видите я в не буду все приближать но включать они долго подгружаются как видите еще из древних как я даже удивился смотрите есть иконы и не иконы это вот одни иконы это скорее всего росписи на храмах где-то там не тут неважно какая то же культура какая страна там православные православные но мы видим что очевидно что вот есть росписи да и где сейчас помню иконы видел да есть такие более художественные вот такая вот достаточно интересно такое бревно в глаз этому сучок этому смотрит в общем много разных иллюстраций таких достаточно детских где 2 2 девушки тоже с бревном и и и занозы такие это явно европейские католические похожи всегда то есть интересное кому интересно рекомендую самому такое словосочетание набрать в поисковике и посмотреть что выходит очень не без интересно да но есть вот такие бревно в глазу на все меленькое вот я когда нашел вот такую мужчину с двумя пинками в глазах так как значки для видео должны быть ну достаточно крупные броски и вот я его выбрал но в принципе тоже здесь смысл есть вот где тут тоже там учитель как бы учит вот ну есть на что посмотреть и вот такая мне больше всего понравилась более современная да ну тоже вид тут такой же обработанный брус тут сучок но тоже но откуда же все это взято и я первых конечно же давайте еще раз вдумаемся в вопросы юли первое как у как указать на сучок глазу ближнего если у меня бревно в собственном я сразу отвечу не как это очень важно я просто знаете я вам все горил слушать когда вы пишите комментарии тоже поймите я отвечаю как могу как понимаю вот потому что какому месту человеку там при прослушивании ролика или просто не что-то при пришло на мысли на вы на ум да вот какие-то мысли я точно не могу понять да что человек там слушал что смотрел в каком контексте он как бы даже задает этот вопрос да я буду отвечать и все я говорю да я в ответе только за то что я говорю не за то что вы понимаете как вы понимаете это еще древняя мудрость всех великих и невеликих людей всех временных народов да вот это очень важно поэтому казалось бы я просто не знаю если юлия то как-то вопрос задала в противовес вообще в том ролике речь шла о том что мы должны конечно же особенно близких до истина почему разделяет на что становишься жить праведно святое это истинка разделяет от грешников и это естественно тем более мало то что просто твоей жизнью а уже если ты еще и уста свои откроешь или рот как они говорят похабные даже да не никудышный для них он неприятный будет и это это будет их обжигать твои слова твой огонь когда ты будешь обличать грешников во зле пытаться призывать их выбрать стол сторону света добра любви и вечной жизни конечно же грешников этому будет неприятно они будут противиться они будут тебя обзывать обличать как минимум быть недовольными это будет вас просто разделять на психологическом психическом душевном и телесном соответственно уровне тоже с кем нам не неприятно по духу мы и физически с ними не особо естественно и разделяемся поэтому во всех смыслах слова именно об этом иисус говорил когда говорил как ведь я кратко пересказываю чтобы тоже вот эта мысль очень важная да мы сегодня по сути об одном и том же говорить конечно же после более шести лет на ютубе я уже говорил что я уже как по сути конечно пепе перри перемалываю одно и тоже это понятно ну вот люди задают вопросы я стараюсь читать кто-то недавно недавно смотрит кому-то надо по сто раз объяснить и плюс все таки где-то тут вопросе где-то тут одна фраза иисуса и суд же тоже об одном и том же говорил вот говорил и говорил об одном и том же он как я уже вам сказал все вы все время не понимаете я мы такую такую притчу тысячи раз обозначал здесь тоже очень важно вот поэтому вот когда юля задавал вопрос я сейчас уже предполагаю да вот если она как-то в противовес словам иисуса или что их невозможно исполнить ставит то она вопрос задала так что на него уже есть на ответ в самой речи иисуса сейчас мы будем читать да что если у тебя действительно бревно в глазу тут и не можешь ты не то что как раз по заповеди именно иисус и сказал эту фразу как раз в ответ на то что люди с бревнами в глазах пытаются вытащить сучок в глазу их людей их окружающих поэтому на вопрос юлия тут сейчас при прямом прочтении просто фраза иисуса мы сразу увидим одну простую мысль что никак здесь очень как раз просто вот на вторую часть вопроса и возможно человек от этого бревна в своем глазу избавиться под корень и то что возможно а чайка безом каждый ученик христов следующим путем своего учителя его заповедями его дела обязан это бревно с корнем выдрать обязан тоже отвечает и сейчас мы с вами это краткая прелюдия предисловие чтобы так разогреть вести в курс дела и мы сейчас обращаемся это место это речь иисуса конечно же он мог неоднократно это говорить в той или иной форме но в тех евангелиях которые до нас дошли их так называемых официальных четыре они в двух местах на самом деле в одном месте двух разных просто и авторов да это что в евангелии от матфея что в евангелии от луки это так называемая нагорная проповедь и иисуса христа да то то единственное что по версии матфея и по версии луки они немножко отличаются но и там и там они названы нагорными проповедями они даже практически совпадают по главу матфея это пятая седьмая глава нагорная проповедь по луке это шестая но она получать там с половинки то есть половинка шестой и короче шестая глава если так быть просто она по папа по луке достаточно короткая если нас действительно в матфея это развернутая дата лука это вот ну шестая глава это даже не полностью это есть нагорная проповедь иисуса христа по версии от луки по версии от матфея кто знает это достаточно большой отрывок это давайте прокручу как вся показа у меня все тексты вы видите на экране это оранжевый кем всегда прямая речь бога или иисуса христа писаниях библии указано как видите это большая речь иисуса у меня она еще снабжена картинками и это седьмая глава по сути это немножко может и концу подходит надо не забывать что все это все эти нагорные проповедь иисуса это лишь сборник такой матфей мог писать из то что он как бы от себя это писал ну так скажем собирает мы знаем что евангелие не истинографировалась за иисусом это по памяти воспроизводимые события учениками и не учениками христа лука не был прямым учеником иисуса как он сам вначале свой евангелий сказал что он лишь по тщательным исследований от прямых учеников писал свои евангелие да ну матфей возможно был прямым учеником то есть это все не суть важно но некоторый смысл тоже имеет вот эта большая речь мы с вами знаете как сейчас сделаем цепочку матфея этот кусочек луки этот же кусочек и вернемся к матфею ну и закончу я как всегда глобальной истины в общем всеобщим пониманием да мы с вами по всей цепочке пройдемся стих отрывок контекст контекст конкретно речи иисуса как контекст конкретно евангелия конкретно апостолов библии ну и самой истины да давайте зачитаем обращая обращайте внимание на каждое слово что мы читаем да где этот кусочек у нас на экране мы прочитаем 7 главу с первого по 5 стих не судите да не судимы будете ибо каким судом судите таким будьте судимы и какую меру мерите такую вам будет мерить и что ты смотришь и вот эта фраза заметьте здесь и одно из тоже любимых непонимаемых мест многими много так скажем любимых обличаемо да что так не суди не суди да чё ж тогда иисус всех-то осуждал вы грешники не покаетесь там же будете да что вы дети дьявола как грунта досудил людей-то грешницы взятые женщины взят в прелюбодеяние сказал и денег и вплоть не и впредь не греши прямо в обличив ее в том что она совершала грех заметьте здесь и к не осуждению но сегодня мой ролик не так назвали про несуде у меня уже есть найдите пожалуйста на канале может когда-нибудь еще запишу одно из любимых ируми не любимых а одной вот именно неправильно понимаемых но часто цитируем их так называемых заповеди христова и лепит ее ко всем подряд хотя не знает даже место откуда это и что за ним следует что предшествует а каково вообще жизнь и учение иисуса христа вот мы сегодня еще раз в этом убедимся да как вы нужно ли как вы вынимать сучки если у тебя бревну а нужно ли вообще вынимать бревну а возможно можно ли это вынимать тут вопросы юли можно накидать так дополнив всякими разнообразными формами да а что же говорит иисус и что ты смотришь на сучок в глаза причем заметьте кто евангелие хорошо знает кто нет я сейчас об этом говорю тогда что иисус очень часто говорит как это библистике принято говорить и параллелизмами да то есть он говорит сразу и прямо и притчей притча образом не суть важно символом это когда употребляет слово причине имеет ввиду прям какой-то рассказ да пусть и короткий плиточный язык подразумевает образный язык можно такими словами вот образный символьный и заметьте ведь вот это на самом деле по поводу сучка то вы поняли к чему это относится это вот как раз к этому не судите да не судимы будьте ибо каким судом судите таким будете судимы это очень важно понять вот те тема кто проект не судите когда там мои ролики смотрят или я сбрасываю вот я могу забыть сам про этот ролик что мы здесь еще в контексте рассматривали вот а здесь очень важно это это именно об этом речь идет то что даже не судите да не судимы будете если это вырвать да и начинается у все ни о ком ничего нельзя никакого вывода вынести дачек рассудить а что плохо что хорошо плохой человек или нет а его поступок да хотя иисус прямо говорит каким судом судишь таком тебе будет судимы здесь иисус подразумевает неправедный суд во первых раз потому что если ты этим неправедным судом кого-то судишь тебя будет судить точно так же каждый о том что каждый получишь по делам это иисус всегда учил более того и при прямые его цитаты прямое его учение что когда он придет во свое второе пришествие со тьмой святых ангелов во славе своей каждый получит по делам своим поэтому речь не идет о суде не зря его ученики одним из которым пусть не прямым был потом апостол павел один из величайших учеников да говорил что если бы сами себя судили не были бы судимы от бога опять то же самое слово речь идет о праведном суде размышлений а здесь наоборот о неправедном суде над кем-то а суде такому рассуждение и тыканье потом в чем-то учительстве в чем-то сейчас нас в этом с вами разберемся читаем и что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего а бревна в своем глазу не чувствуешь или как скажешь брату твоему ну смотришь подразумеваю что ты там весь и зашелся до на какашки как говорят да что там у него маленький грешок а у самого то какой грешок да или как ты скажешь брату твоему да я выну сучок из глаза твоего а вот в твоем глазу бревно вот если бы прервать вот сейчас нашу наше чтение и вообще мысли иисуса как всегда как все это делают вырывая просто из контекста вот я всегда утверждаю что первая из причин непонимание истины искажение евангелия это вырывание из контекста в принципе не такой тоже умные есть люди здравые говорящие подобные вещи я сам от проповедников такое слышал действительно это элементарно но что и свратить можно любые слова я всегда рассказывал знаете как я мне почему такой образ засел еще помню или эркюли пауару еще по черно-белому маленькому телевизору у родителей когда в детстве смотрели не запомнился такой образ когда там всякие эти убийцы маньяки или кто-то там этот псих когда в конвертиках присылали там что-то эти требования когда кого-то может похищали или еще что-то и там из газет вырезали буковки ну что почерка не было там наклеивали вот это получилась какая-то абра-кадабра ну нормальная надпись вот этими разными буковками я слушайте вот мне всегда напоминает вот именно вот это когда лепит какие-то свои учения из вырыва на стихов и из библии ну или как я говорю лотерейный барабан вот нарежут библию прям покромсают ножницами весь этот талмуд такой барабан и вот крутит его и туда руку засовывают чего-то выпадет вот слепит два места и все и все у них отличненько имели имели твоя неделя да вот если здесь прочитать вы смотрите вот просто закончить на четвертом стихе а лучше вообще один стих и про не судите не не говорить просто вырвать вот третий стих с четвертым и что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего а бревна в своем не чувствуешь или как скажешь брату твоему да я вы на сучок из глаз а вот в твоем бревно то есть вот я кого-то обличаю горитые трупажор убийцы животных ты нехорошо и тут мне или этот же человек или его там на строе стоит и говорит ты что вот же иисус говорил и что ты смотришь на сучок ну подумаешь он там животных убивает это сучок это маленькое дело он зато бабушкам помогает до через дорогу переводит соседки там три лопаты вскопал да смотри какой молодец да а в своем то бревно ты посмотри от это вот такой то от это еще очень причем придумать можете придумать то нечего но иисус смотрите о чем он говорит вдумайтесь то что говорит иисус вот заметь час я даже даже я вам сейчас немножко неправильно картину нарисовал специально не специально я же тут же поправляюсь потому что иисус гриб прямо о том что вот мне чего может и я просто не знаю это я так образ привел он бы муж мне там стал бы тыкать да вот но чем бы мне правда тыкнул какой бревном в моем глазу да что я такого злого делаю что я не имею права трупажору тыкнуть что он убийца животных да причем тыкнуть и заметьте роли по любого святого человека в обличении грешник только цель истинно если в нем любовь горит только одна этого грешника привести к покаянию сделать цветы и чтобы мы все были в небесном царстве любви счастье и радости а туда невозможно прийти зла злу там будет страдание горе туда приходит только святые которые никому не делают зла сколько могут делают добра не поступают со всем миром нас окружающим с божьим миром то есть с богом самим так как не хотели бы чтобы поступали с нами наоборот поступают так как хотели бы чтоб с нами поступали все заметьте как у решит и рисует картину иисус то есть есть человек сучком в глазу то есть с каким-то мелким грехом причем заметьте некой речь идет там и там о дереве там не говорится даже там иголка а тут у тебя бревно нет сучок и бревно дерево то есть речь идет об одном грехе это очень важно понимать то есть возьмем один курит другой там наркоман-героинщик и вот наркоман-героинщик тыкают курильщик что-то он до курильщик тогда курильщиков смело может ответить слушай ты кого учишь-то наркоша иисус правильно говорит ну как ты когда ты сам зяблик до араб там с этой героинщик соответственно тут уж куча грехов с этим с этой наркомании ты знаешь воруешь ты же не работаешь до кому зло причиняешь все это просаживаешь дерешься наверняка там искалишься все это дебоши устраиваешь людям зло причиняешь и ты ты чушку шо он там курит кому-то да вот это вот о чем иисус говорит заметьте очень правильные вещи сам там заметьте как у нас да у нас вилами миллионами ворует но зато народ тычет что вот он там булочку своровал все его судят кто и тычет а которые сами там миллионами ворует зато народ тычет и заставляет по закону жить что булочку воровать нельзя вот иисус об этом говорил это очень важно понимать так что же и мы кстати ну параллель конечно не забывать про вопросы юлия как у как указать на суще в глазу ближнего если у меня бревно в собственном как я вам ответил словами иисус которому сейчас дословно прочитаем никак иисус горит лицемер вынь прежде бревно из своего глаза и тогда увидишь как вынуть сучок из глаза брата твоего вопросе юли как бы два вопроса как указать во первых вообще в принципе как на сучок глазу ближе если у бревно у собственном иисус сразу дает ответ то здесь как и как если у самой бревно и как и даже с бревном это сделать как бы аккуратно да как тут подруги два вопроса как сделать если бревно но даже бревно как это сделать бревно да пусть мне бревно вынуть я его не могу но как с бревном сделать иисус говорит никак с бревном никак с бревном вообще никак жужди у самого в глазу бревно как ты будешь там сучок ковырять ты ничего не видишь а вот эта картинка действительно гениальная тут два бревна я почему еще взял она в гениальная тут два бревна чё там будешь вы кого выковыривать и вот и вот это просто картинка она сама отвечает на этот вопрос не как ты слепой то что иисус сказал про один глаз здесь же образ опять что ты сам слепой пусть на этот глаз хорошо у тебя в обоих глазах бревна у него два сучка в каждом по глазу смысл надо понимать речи иисуса он имел ввиду что ты слеп и вы же знаете что помимо лицемер это здесь так матфей написал иисус неоднократно грел слепые вожди слепых более того это же не я сейчас говорю сейчас максим куку к луке перейдем вы убедитесь то что я говорю я даже не от себя чет все время а просто вам как и сервер наперед рассказывать то что мы будем читать иисус дает ответ никак прежде ну тут не стоит этого слова да и муж никто не задавал вопрос но или задала я за иисуса отвечаю никак а как это сделать не как с бревном но ты вынь прежде бревно из своего глаза и тогда увидишь как вынуть сучок из глаза брата твоего во первых опять возвращаемся к вопросу юли и возможно ли человеку от этого бревна в своем глазу избавиться под корень я миллион раз отвечал на такие подобные вопросы слушайте вы кому и задаете просто вдумайтесь вы думаете вы христа люксу задали нет вы задали иисусу вы представьте себя когда вы читаете евангелие вы знаете читать евангелие абстрагирована для кого-то не имеет никакого смысла вы за это не в рай попадаете не в ад чтение евангелие не делает вас благодетельным и святым святая жизнь делает вас гражданином рисует вам внутренний паспорт небесного царства гражданином небесного царства июля если она христианка если не знакомы я ее я вы знаете она ты ко всем обращаюсь да мы не общались так не виделись даже там скажем визуально skype какой-то но она я смотрю смотрит даже на библии там и ветхий завет не знаю может бросил уже но видел что смотрел периодический комментарий пишет я вижу как она там по книгам даже пошла на меня вроде много смотрят но хотя бы некоторые комментарии мне не нравились и которая написала вот но пишет вроде и такое что-то вот непонятное да и ответ вы ответить это да иисус во первых услышите иисуса если вы читаете евангелие если вы ученики христовы вы знаете я когда покаялась когда бог не открылся когда мне открылся еще самый иисус через евангелие я всегда говорил я вот со христом всегда вот как будто я учитаю евангелие не для кого я себя читал я себя видел я себе в уши это слушал что он не говорит он мне это говорит я такой же был с бревном действительно в глазу как и все грешники что я читаю вы вы юли спрашивает возможно ли ну спроси у иисуса зачем он тогда приходил на землю он крыл попробую вынуть не то сказал вы вы не его а зачем вынуть ну во первых первое для чего человек становится святы добрым для собственного счастья благо бытия и здесь на земле по по внутреннему человеку по плоти мы будем страдать до исхода отсюда и в царстве небесном потом и по и по плоти в том числе будет наслаждаться вынуть бревно вот юлию гид возможно слышность невозможно значит твою ты тебя устраивает жить в аду тебя устраивает страдать с бревном в глазу приятно жить вот такие вопросы меня конечно удивляет юли спрашивает возможно ли я не спрашиваю иисуса возможно ли я читал я делал ко всем говорил я читал и исполнял то что я от него слышу я точно так же подражал я рассказывал все что я читал вот этих предания там какой смысл читать этого святого отца там если ты его жизнью не живешь она ничего тебе не даст начать то можно мы же прежде чем прочитаем ничего не узнаем ты начал читать про монахов тебя повлекло иди я все я читал сам отшельничал сам уединялся сам жил такой жизнью я читаю исполняю все что они нравится мне пока не нравится и ну и как конечно это совсем бредятиной естественные у них там бывали зигагулины вот ну то что здравый я понимаю что я пока не знают хорошо ли плохо нужно какой из этого плод получится какой результат я беру и пробую наш он говорит делайте вот так вот вот неделю не спишь и будет тебе будешь летать землю во время молитвы я беру и не сплю неделю ну я правда образом тут я такого не делал вот но кто знает разные там подвиги они когда совершал да я что-то да не спали недели не доходил но где не естественно я тоже совершал всякие там по разным методикам которые не советуем раз в неделю две недели там выходным там по-разному все пишут им ты читаешь ты исполняешь и вот я говорю вот вопросы юлия они ко мне нет они все есть в евангелии ответы ну естественно я для вас точно так же для чего и христос приходил на землю мы сами не понимаем нам вот нужны помощники кто мы сами должны другим помогать помогли тебе помоги ты не тоже помогали не помог сам иисус мне помог бог иисус которым он является мне помогали другие люди на пути в жизни евро такие виртуальные через бумажки через писание какие-то через проповеди я в реальной жизни людей через братьев все стерто как называют во христе да сам я учился сам я шел я дошел об этом мы сегодня будем говорить еще тоже очень много если ты не дошел иисус говорил ты зря прожил жизнь ты не попал ты не исполнил его завет ты не вошел в небесное царство это очень важно понимать очень важно спрашивать меня возможно ли это ну спроси иисуса спроси бога зачем тогда все это зачем он надрывался зачем он страдал чтобы мы вот так бестолковились уж пусть юля не обижается что я стараюсь надо говорить так вот так так доходит я заметил быстрее конечно возможно более того когда человек я здесь тоже ведь я я никогда не готовлюсь к проповеди ну я готовлю что-то картинки там места но все что я говорю я говорю по духу всегда всегда абсолют меня несет я говорю все что лишь бы человек дошло очень важно понять жизнь что все эти грехи там религиозных добродетели это полный бред как иисус сказал если вы хотите достигнуть совершенства святости гражданство небесного царства очутиться там после исхода из этого да все что вам нужно сделать это действительно принять добро и следовать за ним и от очень легко это добро нерелигиозное молиться поститься веганства это не посты это любовь к животным там табу ты не сегодня постишься завтра сегодня убиваешь завтра не убиваю все мы постичь завтра не постит с ней табу я раньше убивал я раньше спонсировав я раньше эксплуатировал или спонсировал эксплуатацию я больше этого не делаю никогда я не участвую в этом аду на земле я раньше дел я раньше воровал я больше никогда не сворую я раньше унижал специально издеваясь над человеком подковыривая я никогда больше этого не сделала и это добро делает меня счастливым я становляюсь становясь святее чек должно быть простое четкое понятие жизни святость равно счастье я если свят я счастлив если я хочу быть абсолютно счастливым я должен быть стать святым если вот эти как это православные все которые процент я грешно грешно супер грешно или там протестанты святы только поверю в иисуса христа это чепуха ты можешь быть счастлив только на ты свет а если я грешник значит и несчастлив и никому ты ничего научить не можешь у тебя бревно в глазу как ты научишь другому быть счастливым если ты сам несчастный ты же я грешник супер только святость так может быть счастлив почему на нем нет греха он добр он никому никогда не причиняет зла осознанного зла не обличение еще раз тут тоже ведь я все сразу выплескиваю что не оговоришься еще куча вопросов будет стараюсь все их сразу предупредить или ответить на них заочно лично очень важно понимать поэтому вынуть бревно если ты задумываешься а возможно ли избавиться от зла ты никогда от него не избавишься ты не хочешь от него избавиться ты не на не признаешь возможно его злом когда человек зло признает злом сам в себе не для кого-то не перед кем-то сам перед собой не перед попиком не перед там всеми этими до пастырями нет сам себе пока не признаешься что вот то 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 дело зло то 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 меня глажило я понимаю пока ты поймешь что святость это и есть счастье человека ты пулей полетишь ты все вот так по вытаскиваешь все себя все ветхие одежды притч полной вам могу просто евангелем завалить вы же знаете я знаю дословно это образ слепого сбрасываешься ветхие одежды ты все себе сбросишь ты все с тебя смоешь всю грязь от зла избавиться очень легко зло делает нас несчастливыми ты не то что ты в секунду меняешься в один день если человек ну кто себе если вы признаете зло вредом себе но кто будет себе руку пилить кто будет все простите паяльник в задницу засовывать все это делается только потому что люди не признают зло за злом людям нравится зло люди больны и извращение грех доводит до того про человек что начинает любить зло это печально человек только поэтому не меняется но если вы еще не в таком адском состоянии если вас еще возможно просветить словом если вас все возможно просветить граблями когда он по лбу стукнуло то что вы там кому-то зло сделали до вас дошло что это не так и так когда у человек упорствует возле несмотря на не на все божьи уроки да то вперед сегодня не вчера не завтра вернее а вчера это надо сделать вынуть бревно надо сегодня вот и все поэтому вопросы возможно ли иисус дала на них ответ вы заповедь приказка хотите который делает меня самого счастливым и тогда и второе как указать юля пишет как указать и хоть юля здесь не сказала но как бы как указать верен она говорит все было ближе когда если у меня у самой бревно то есть вот это первый вопрос как он у как и почему я имею такое право я сказал да морально праве как сука ты не имеешь такого права пока у тебя это бревно но ты это бревно первое обязана вытащить невозможно а ты обязана и ты способна это сделать иисус отвечает вынь и что и тогда ты увидишь я тут добавлю и должен будешь вынуть сучок из глаза брата твоего если ты любишь человека на эти сучки опять вынимаем слушайте вот для чего иисус говорит притчами на чего образами ведь нам же это так понятно должно быть мы просто я все вот измени сколько я говорю говорю так настырно сильно пытаясь вас время погрузить в это но вдумайтесь почему в жизни так когда тебе что-то залетела попала ты бежишь помоги помоги а я ей глаз прям болит аж больно да там попадает что-то вот улетел ты прям бежишь к человеку слушайте ведь это не просто так иисус к по идее и поэтому когда ой что ты там сучок в глазу брата слушайте когда человек по-настоящему кого-то вот обличает я говорю кому-то вот что-то говорит до призывает к добру а при отверт от призывает отвернуться от зла творить добро он и делает не потому что ему это вдруг удовольствие доставляет что-то потом на него как сугер псы и свиньи которые разворачиваются в этой же на горной проповеди кстати он об этом тоже рассказывает примере да не мечите бисер перед свиньями перед свиньями и бисер от не за что никому не говорить да про все надо как он сказал будьте мудры как змеи и кротки как голуби да вот ты же хочешь помочь ты для чего горишь слушай вынь вот давай я тебе вы это помочь сделать опер 1 ты ему значит об этом говорю как-то будешь доставать и он это признать должен сяло слова потом дело ты его обличаешь он соглашается а как вынуть ты узнаешь вот я узнал поэтому вам помогаю тоже сам это сделал боль того слушайте здесь у иисуса гениальная вообще мысль тоже в том плане что уж поверьте место у себя бревно вытащишь то уж как сучок ты точно узнаешь потом вытащить это тоже это тоже вот эта сторона это гениальной мысли и и еще это тоже есть извращение рук как вот эти все лжи лжи учения туда подмешивает это ни в коем случае не говорит о том что конечно по сути действительно мы должны быть цветы во всем но я еще раз дам руку дам эту мысль что это не знает что если у тебя в чем-то там что-то там не так ты не имеешь права человек сказать о каком-то добре это абсолютно не имеет значения но это действительно если ты будешь там грешником тыкать кому-то да а какой-то мелочи да сам там сырешь мусор не разбираешь не фильтруешь там дома да и кому-то там он там бумажку выкинул ну действительно он за узнает кому допустим и там друзья знакомы приятельно скажет что-то мне тычь да я у тебя дом был вел какой срачи как-то там помойку развел это все тоже очень важно речь-то об этом и давайте уже долгое да давайте обратимся к луки нагорная проповедь сказал им притчу может ли слепой водить слепого это я к тому что грилл вот именно знаете я ролик-то у меня есть надеть если интересно иисус реальный евангельский по-моему так его назвал кому интересно пишите в комментариях я дам прямую ссылку я там говорил что вот насколько надо быть мудрым чтобы все-таки евангелие расширять понимать что в двухчасовой евангелие не вместили все что там говорил или иисус очень важно понять сейчас мы видим что тут похожие с одной стороны вещи про не судите и и казалось бы я там про один глаз бревно в одном глазу один сучок а я вот такую картинку взял с двумя бревнами слушайте искал что это образ вообще слепого не то что на один глаз она оба а здесь иисус прямо говорит пусть без бревен без такой вот картинки формальные с человеком с двумя бревнами в глазах ну речь идет о полностью слепом опять же одна из известнейших речей иисуса да может ли слепой водить слепого не оба ли упадут в яму вот из двумя бревнами в глазу кого-то там пусть не у сучки все равно что когда что-то попадает уже не видит как бы песок там и все живу так ты там тебе уже поводыри мне много чего раз глаза попадала так как все руками чем-то занимать знаешь это такое вот имя ну пусть это мне не полностью ты там ослеп как говорится ну когда в глаза попадает все что ты вот так вот еле-еле до врача добираешься там допустим какая царинка отчет отлетела болгарки там или на природе что-то там пыль какая-то грязь или мелкие вещицы вот так вот что иисус дальше давайте внимательно здесь речь уже побольше заметьте но смысл все тоже самое ученик не бывает выше своего учителя но до ученик не бывает выше своего учителя но и усовершенствовавшись сделавшись совершенным святым эти все слова всегда синонимичны святость совершенство обоженность тогда я вам помню в одном из роликах целый этот набирал все слова которые вот означают все вот это вот до полнота истина любовь даже все идет речь о совершенстве о святости о полноте да и но усовершенствует то есть но став святым став совершенным будет всякий как учитель его вот это опять вопрос юли она год возможно ли зачем иисус я все я ей в ответ и всем вам кто слушает и возможно таким же вопросом сдается задайтесь тогда вопросом иисус если у вас стыдоба вас не сожрет стыда зачем он тогда кому он все это рассказывает вот кому и зачем зачем он страдал жертву христа очень легко как я обличаю все это превратить то что он там взял на себя мои грехи вот это всякую билиберду протестантскую разве иисус для этого приходил разве он для этого тогда страдал а вот это все зачем он делал вот действительно вот если мы не слушаемся не слышим его не поступаем по его речам по его поступкам его жертву напрасно выхулить и христову как он говорит до жертву христову имя христово имя божье кому он это говорил зачем рассказал каком-то ученике вот сейчас говорит до который должен стать и усовершенствовавшись должен усовершенному кому это говорит если никто усовершенствовать не собирается он зачем вообще это все рассказывать что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего а бревна в твоем глазу не видишь не чувствуешь или как можешь сказать брата твоему брат да я выну сучок из глаза твоего когда сам не видишь бревна в твоем глазу лицемер вынь вынь прежде бревной с твоего глаза и тогда увидишь какой на сучок из глаза брата твоего нет доброго дальше читаем. Нет доброго дерева, которое приносилось бы плод худой. В Матфея тоже есть эти слова, только уже в другом тоже месте. Как говорил, Иисус мог много раз говорить в разных, чуть как и я, ролик на самом деле сегодняшний, от предыдущего ролика, в котором был написан комментарий Юлии, об истине разделяющий, ничем не отличается от части. С разных сторон перемалываем одно и то же. Нет доброго дерева, которое приносило бы плод худой, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смок стерновника и не снимает виноград из кустарника. Добрый человек, добрый, из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злой, ибо от избытка сердца говорят уста его. Такие два контекста, полностью мы с вами их рассмотрели, можете потом дальше сами к ним обратиться, убедиться, что мысли уходят немножко на другое. Кстати, про не давать святыни псам, так это прям дальше продолжается по Матфею. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчугу вашего перед свиньем, чтобы они не пропали его ногами своими и развернувшись, не растерзали вас. Смысл есть уже немножко другой, об этом у меня, по-моему, есть тоже отдельное видео, но не важно. Подытоживаем по поводу можно-не можно и вот этих всех бревен. По поводу еще раз, просто меня вот это прям задевает всегда. Меня задевает, знаете, как Иисус говорил, и его ученики, меня просто съедает, как Иисус говорит, сжирает ревность по Богу. Вот меня сжирает ревность. Вот знаете, действительно, ведь Бог есть любовь. Несмотря на это, и ты, конечно, в любовью, тебя сжирает ревность. Вот от этого, знаете, от того, что твой труды, это всегда мы так переживаем, когда они напрасны. Вот нет ничего хуже не пожать плода от своих трудов. Ты сеешь, ничего не растет. Ты трудишься, все это разрушается. Вот это то же самое. Меня просто сжирает эта ревность о жизни, учения Иисуса. Тебе уже свои силы не жалко. Тебе жалко, что Иисус так, Бог, любовь, полнота истины, вся пришла. Все сделали, ничего идти никто не хочет. Это очень важно. Еще раз по поводу возможно ли. Я сейчас скажу и уже не знаю, чем закончить. Давайте, как у меня на сердце лежит, так будет. Еще раз, ту мысль даю полный ответ на мысль, возможно ли человеку от этого бревна избавиться. Хочу, чтобы это четко уяснили. Мы с вами уже сейчас два места прочитали в Нагорной проповеди по двум разным евангелистам, Луки и Матфея, в обоих случаях. И да, я вам обещал к Матфею вернуться, какому месту. Пусть мы чуть повыше, наоборот, помните 5 глава, чем заканчивается, когда вся вся речь построена, вам сказано древним, а я говорю вам, вам сказано, люби ближнего врага своего, а я говорю вам, любите врагов ваших. К чему призывает Иисус? Да будете сынами, детьми Бога. Ну пусть Юлия еще раз спросит, а возможно стать детем Бога, Богом? Да. Будете, если, Иисус сказал, будете вот это все исполнять до любви к врагам, до полной любви. Будете, если будете делать. Он не сказал, что это невозможно. Да будете сынами отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу своему сходить над злыми добрыми, им ставит дождь на правильных и неправильных. Ибо если вы будете любить любящих вам, какая вам награда? Они тоже делают мытари и язычники. Если приветствуете только братья ваши, что особенного делаете? Не так ли поступают язычники? И так будьте совершенны. Еще раз, еще раз контекст. Как хотите. Представьте, что вы сейчас слышите Иисуса, если вы читая его не слышите. Хотя на вашем экране христалю. Иисус говорит в повелительных глаголах. К вам. Вы, кто смотрит эту проповедь, вы же сидите сейчас слушаете. Зачем слушать, как Иисус говорит? Ведь закончит он чем это? Давайте мы сейчас к этому еще вернемся. Что говорит Иисус? Откройте свои уши, пожалуйста. А самое главное за ними сердца. Итак, будьте совершенны, как совершенен, совершенен, святы. Это одни и те же слова. Как хотите, читайте. Будьте совершенны, будьте богами, как он и говорил в Евангелии от Анна. Разве не читали, что вы боги и дети Всевышнего все вы? Будьте совершенны, как совершенен. Будьте святы и совершенны, как Отец ваш небесный. Я ответил на вопрос Юли. Все, почему это отличается от приказа слова Иисуса, только потому, что Бог помимо любви и вечной жизни, еще есть и свобода. Что делать после этих слов Иисуса, после ролика, который вы слушаете и выключите, решать вам? Уж с вами закончим и от чтения отойдем, я в свободе слова скажу, да? Чем заканчивает Иисус свою Нагорную проповедь, которую мы сегодня с вами, можно сказать, читали, да? Не всякий, говорящий мне, Господи, нет, это даже покороче возьмем, с 24 стиха. Итак, всякого, кто слушает слова мои, эти, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному человеку, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, да, какие-то внешние скорби, и устремились на дом, тот испытание, искушение, и он не упал, потому что основан был на камне. Я еще раз, на это место очень важно, обращая внимание, когда, я помню, его тоже извращают, жуть как, извращают протестанты, они же по вере спасены, а я сюда привожу даже эти слова Иисуса, кто слушает и исполняет. Камнем названо, не слушанье, потому что дальше Иисус говорит, противоположную вещь, кто слушает, но не исполняет, этот человек дом построил на песке, то есть камнем названо, не слушанье, а исполнение, ну или хотя и хотите вместе, слушанье и исполнение, потому что слушанье и слушанье есть там, но в первом варианте есть исполнение, и там камень, во втором нет исполнения, и там песок, И дом этот, когда на пруд реки подуют ветры, и налягут на дом тот, и падение, он рухнет, и падение его будет великое. Слушанье и исполнение. Юля, если ты хочешь падения своего дома, если ты его вообще построишь даже на песке, ну, тогда не исполняй. Ты спрашиваешь, бревно вытащить? А Иисус говорит, что бревно вытащить надо только сначала. Символ вот этого вытаскивания бревна, это символ только чего? Вся жизнь человека, весь Ветхий Завет символичен. Если вы правильно читаете, понимаете, оттуда жемчужины истины собирать. Тем более новый, уклоняйся от зла и сотвори благо. Покайся и сотвори плоды, достойные покаяния. Не делай зла и твори благо, твори добрые дела. Люби, уйди от ненависти. Убрать бревно из своего глаза, это пока нужно тебе. Ты еще великого никому ничего не сделал. Ты из ада, я всем его рассказываю, только в ноль поднялся в рай сотворенном, пока без греха и добродетелей. Ты, вынув бревно, только пока себе помог, только сам себя счастливым сделал. Ты же никому никакого блага не сделал. А вот когда ты помог вытащить сучок из глаза брата твоего, а может быть и такое же бревно, вот тогда ты Бог. Это очень важно понимать тоже. Очень важно. Поэтому, пожалуйста, можете не исполнять каковые слова. И в двух местах, всего лишь в двух местах, в одной, в одной, в одном месте, Нагорная проповедь, в двух разных интерпретациях авторов Евангелия, Иисус говорит о совершенстве. Я об этом все время говорю. К сожалению, протестанты, католики, православные исказили жизнь и учение Иисуса Христа полностью. Одни спасены по вере, протестанты, вторые слезами, крокодилями слезами под полотенчиком у попика. Это абсолютная ложь. Такие люди, царствие Божие, не наследуют. Они войти туда не могут. Они грешники. И столько они, конечно, святые. Но они сами о себе свидетельствуют, что они грешники. Я говорю, вы протестанты, вы хоть лютер учение почитайте. Я грешник, но благодать Христова покрывает мои грехи. Не покрывает. Ты не войдешь туда. Если ты убийца, ты там будешь дальше убивать. Если ты лжец, ты там дальше будешь лгать. Туда не входит. Не может тебя Иисус никакой своей благодатью покрыть. Ты не войдешь туда. Там царство святых. Люди, которые не врут, не обманывают, не грабят, не убивают, не насилуют, не нененененененене. И только делают, 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 вплоть до собственного. до жертвенного любви отдание всего имущества здоровья свободы и даже самой жизни невозможно там никого покрыть это бред не с жизнью сериально ничего общего не имеется грешник который под полотенчиком у попика льет каждое воскресенье крокодили слезы никуда не попадает он остается грешником и ты никогда не увидишь как по из грешника сделать праведника потому что самым остаешься то что пока вы эту ложь будете хавать иисус правильно сказал вот эти лживые учения о спасении по вере о спасении под полотенчиком у попика это и есть бревна те же самые в глазу грешников бревна им этим бревнами вот прям вот действительно причем ведь она же пересекается на самом деле православные протестанты у них все пересекается тоже православный хоть они как бы по спасение по вере там у протестантов это катализировалось такое центровое учение а у них просто местами поменялось вот и все у них первое спасение под полотенчиком у попика а потом понятно почему они спасаются что бог я грешник но бог милостивый они ничем от ислама не отличаются бог не милостивый бог никого не наказывает и не прощает человек до человек как су сказал каждый получает по делам своим если ничего не хочешь плохого за плохие дела получить ты должен стать абсолютно святым возможно ли это спросите у иисуса зачем тогда он это говорил и это только по памяти я с вами напомнил только одно место заканчиваю эту свою проповедь я еще как и вся горю контекст раздуваем мы с вами взяли этот стих посмотрели его там игру контекст аббазиционный так и назовем эпизодный я вам побольше вспомнил еще раз напоминаю слова иисуса о святости и совершенстве он говорил постоянно и о том что ты должен сотворить и научить здесь он тоже самое говорит в разных образах и как ты судишь неправедным судем потому что на тебе на самом эти грехи в другом месте вам так и будет говорить судите судом праведным как ты будешь вести из ты сам слепой с этими бревнами в глазах сотворить и научить и он заканчиваю заканчивается евангелие от марка явлением иисуса когда он в горнице когда они там не верят друг другу что он воскрес он говорит идите сотворите и научите сотворите раз только после этого научите всему тому чему учил я вас поступайте так как я поступал я для того пришел чтобы дать вам пример он говорит на прощальном ужине с учениками по евангелие то она все время говорил о совершенстве вы боги и дети всевышнего все вы если вы творите добро если вы святы а если нет если ищите творить зло не творите уж тем больше ищите его вы дети дьяволом году потому что ищите убить меня еще пошире берем ученики сразу петр не говорил будьте совершенны будьте святы как свят бог разве он не говорил в первом послании что мы призваны для того на путь проложил чтобы мы шли по стопам его иисус бог любовь идеальной и совершенной без греха о чем ученики разве павел уж павел сколько там у него фраз их просто собрать еще все надо будьте святы и непорочны пред ним в любви хочу чтобы вы были совершенными в любви невеста христова не имеет ни пятна ни порока разве ученики его об этом не говорили разве они не вытаскивали сучки и бревна из глаз людей их окружающих еще как вытаскивали в этих посланиях столько сучков и бревеном этих случаев как они описаны боль то как они общаются до павел когда два бревна иисус ему вытащил тогда явившись вот и он стал сучки то ковырять хотя был был первый из грешников но стал святым потому что вытащил и понял как вытаскивать у других очень важно поэтому вообще вопрос вот об этих всех вещах все очень просто если вы считаете что святость совершенство недостижимо помимо первых что какой-то глупости вы считаете что просто по поводу потому что бревну которого за глазу что это просто вы там наслушается это невозможно да что ты один бог свят вы просто да и просто распяли христа просто попрали его жизни учения его его это действительно подвиг бог любовь явился в плоти для того чтобы нам оставить пример святой жизни путем которого мы должны все следовать просто попрали его учили просто не вам тогда в уши зачем вы тогда читаете зачем обращаетесь к его словам реча второе если вы действительно признаете то у вас проблема может быть разберитесь я в своих роликах учил разберитесь что такое грех что-то к добродетели возьмите себе листочек поделите его пополам и напишите что такое грехи хотите со мной я всегда открыт звоните скайпе будем разбирать вашу жизнь да если вы считали что вот в этот платочек забыли одеть еще что-то может быть на ребенка правильно разгневались когда он там баба луется да и пожурили его а грех ли это надо просто разобраться что такие грехи что такое добродетели вот и все что такое связь что доброта что любовь как поступать с людьми с далекими с ближним с учителями с учениками с посторонними с нуждающимися сильный или ложный или мало или как это все очень важно просто разобраться вот и все разве на иисусе все ездили должен ли ты всему миру все нет он не всех исцелил очень важно понимать рабом никому не становился слугой до пахая на него а он там ножки драл не должен ли ты там всем помогать когда он там жизни ты не знаешь или еще и знаешь он там оботряс нет просто разобраться и все каким образом вы войдете в небесное царство каким только вот вы веровать халявные сказки носу сказал вы обманетесь вы обманетесь там по вере еще бог бог добренький простит вы просто обманетесь откроется ваша внутренняя сущность вот и все там естественно отбор туда попадает вот как в природе бог создал все знаете вот воздух водички он сам вверх поднимается там будет то же самое туда поднимаются сами по частоте своей души по чистому сердцу как искуско сказал в этой же нагорной проповеди блаженный чистый сердцем они бога узрит они сами они сами то попадут чистый сердцем но соответственно как только что мы с вами прочитали от избытка сердца говорят уста значит ваша жизнь уста это дело уже произнесенное слово слово дело неважно в этом плане от избытка сердца чистого сердца будет чистый уста чистые дела все подразумевается это место ведешь грешную жизнь ну а что чет хочет она муж и в рамках я принципе плавно перешел вам и апостолы вспомнил и все да и вся та и вся библия в этом вся библия в этом будьте совершенны как совершен отец человек создан по образу и подобию бога поэтому боги и диссиш не все мы должны стать так как мы свободны мы можем творить зло вот и все и второй момент это вот потом возможно потому что вот это ложный какой-то в этом я тоже сколько у меня уж роликов над тем я не знаю я все их название не вспомню даже иногда ведь какие-то я припоминаю могу дать хотя их намного больше по поводу того что вот как бы когда тебя тычет и вот это вот бред да что никого не трогай не мне полно синдром грешника самый я сейчас старая всем приводить найдите но это и помню на значке так написано не помню . назвал но если вам интересно когда я даю какие-то отсылки вот так вот в устной форме пишите в комментариях на какой минуте я прослушаю и дам вам ссылку на этот ролик или на какой-то плейлист или на несколько роликов о том о чем я говорю я уже принц показал и иисуса самого который всех обличал и всех учил и всех воспитывал до всех призывания уклоняться зла и творить блага апостолов которые вообще были грешниками становились святыми да здесь то же самое я уже об этом тоже в принципе говорил все это бред не если вам говорят печь что вот вы там были как ты тут будешь я вам единственно правильно тыкнут если вы еще с этим бревном в глазу тогда надо выдать вынуть вот так вот как вынуть очень легко я уж сегодня об этом сказал я просто думаю насколько надо жевать вот и все как вы сегодня взять и отказаться от того зла который ты делал то что надо было сделать еще вчера сегодня понять что это зло делает тебя несчастным оно тебя держит в аду сделайся сегодня святым добрым честным и ты будешь чистым сердцем уже сегодня и будешь по плоти в небесном царстве вот и все очень просто и поэтому и все потом вот эти вынимания сучков это добродетели добрые дела которые святой человек делает чтобы помогать другим потому что и почему наш любит любит тех кому кого пытается знает и пытается всем позволяет вынимать эти сучки из своих глазенок это очень важно вот и все насильно конечно ты его не привязываешь до цепями к стулу и вытаскиваешь но если он ты когда ты ему говоришь что вот у тебя вот ты ты вот моргаешь и ничего не видишь эти плохо да потому что я вон там за носа в пальцы в глазу неважно это же притча смысл понятия если человек соглашается вытаскивать ты ему помогаешь методы бывает разным иногда вот таких слов достаточно на есть еще какие-то методы я рассказывал что я не конечно не против что там наркоману знаете не просто словом помогают помогает там медикаментами то плане того что это пережить эту там ломку еще что-то вот вывести но опять же как иисус сказал по той притчи если вместо одного высшего беса ты туда ангелов не засели что до вернуться и он и еще семь злейших это все очень важно поэтому я не против каких-то средств да вот человеку из нищеты по помочь выбраться ты можешь пока он там на ноги становится зарабатывать машина на попечение взять это здорово это хорошо как он там упавшего как говорится человека до из этого вывести помочь ему там все документы может бомж какой-нибудь на это если он захотел раз потом хочет этот и уведешь до определенный ты мне на шею себе сажаешь помогаешь до того уровня когда он может встать и сам идти это очень важно всегда понимать это по притчи добрых сына ренина да уж потом не стал рабом этом в которых спас точно все важно но делаю помочь всякую в крайней нужде там и вот ну ладно это уже не сегодня тоже конкретных делах вот так вот вот образ то есть мы сегодня говорили это очень важные моменты вот эти я сталкиваюсь этим постоянно это к сожалению беда беда это первая первая причина от непонимания учения христа учение о совершенстве а святости но играет вот это день я меня просто ревность жирает когда я слышу эти бредни по спасению по вере пройти вот прости покаяние вот эти вечные и за дня в день и продолжение делать того же самого это все хула на дух святого все хула на христа все это его попрание его жизни и учения иисус пришел для того чтобы оставить нам путь 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 трудный узкий он говорил тернистый путь в конце которого тебя ждет голгофа висение на кресте это из креста некоторые вот сходили на типа типа глупого разбойника так что это не факт что вы там висите святая жизнь только святая жизнь то что грешник тебя правильно то сказал благоразумно разбойник по делам распяли царство небесное ты не входишь я по делам ты ничего великого не сделал ничего тебя вообще распяли по делам достойное по делам ты принимаешь и понимание этого тебя еще в небесное царство не возводит об этом у меня есть предыдущий ролик счет тот был предпоследним по-моему вот этот который я мир и меч а уже после него еще записал бандитский рай или в рай для бандитов как раз на то место где якобы бандит входят в небесное царство к не в небесное царство в рай попадает ара это символ чего чистоты покаяния той отправной точки в которой был и создан в которой был создан человек для усовершенствования себя в любви для возделывания и сохранения того рая который он возделывает вот так вот ладно я могу долго не останавливаться тем более сейчас я редко пишешь как пишу видите меня разносит на и все такие я надеюсь тема раскрыта тема раскрыта в том что 2 в 2 вопросам он можно ли нельзя стать святым ты обязан ради себя и ради других и тогда становясь ты делаешь помогаешь становиться святыми другими сотворите как закончил я заканчиваю по марку так и было сказано сотворите когда он уже в горнице с ними общал там неважно горнице или на горе мог и там и там сказать и близким ученикам и повторить большим количество учеников сотворить идите по всему миру да и сотворите научите всему что я научил его вас творим это очень важно поступать так как поступал иисус вот и все поэтому с бревнами глаза в рай царство небесное не попадает ну так вот на этом у меня все всем кому нравятся мои ролики лепите лайки подписывайтесь на канал кто не подписан жмите на колокольчик будете получать уведомления о новых видео пишите комментарии как видите я все их читаю и на те которые у меня есть повеление сердца что-то ответить я отвечаю читать я все читаю поделитесь этим роликом на своих ресурсах соц сетях телеграм-каналах или еще где считать нужным в личных сообщениях кому-то отправьте все тексты и вся библия есть на моем авторском христианском сайте христалюк точка ру или по-русски христалюк рф просто набираете там все есть в лайки ставить не забывайте это помогает продвижению этого видео и всему каналу и всему контенту на канала будем вместе светить у меня все до встречи в следующих роликах